На этом уроке мы проведем синтаксический разбор суры «Аль-Ма'ун», мелочь. «Ара айта ладзи юкадзибу биддин» «Видел ли ты того, который читает ложь воздаяния» «Ара айта» «Аль-Хамзат» — это харфу листифами, вопросительная частица с неизменяемым окончанием с фатхой на конце. «Ара айта» — глагол прощающего времени «мабнию аля суконин» с неизменяемым окончанием с суконом на конце. «Почему?» «Литтисалихи биддамир ар-Раф аль-Мутахаррик» — потому что он связан, присоединен к огласованному местомению падежа ар-Раф аль-Именительного падежа. «Ватта» — это «дамир ар-Муттаса» — слитное местомение «мабнию аля фатхин» с неизменяемым окончанием с фатхой на конце «фи махалли рафин» — на месте падежа ар-Раф. «Фа алюль фа'ли» — действующее лицо данного глагола. «Аль-Ливи» — это «исман маусулин» — относительное местомение «мабнию аля суконин» — с неизменяемым окончанием с суконом на конце «фи махалли насмин» — на месте падежа насм. «Мафаулин бихи» — прямое дополнение глагола «раа». Это будет его единственным прямым дополнением, если мы скажем, что глагол «раа» в значении «абусара» «видел» или «арфа» «узнал». Если же мы скажем, что «раа» «ал-ль-миятун» — значение «алима» — «знал», то тогда «Ливи» будет первым прямым дополнением «мафаулин бихи аул», а второе прямое дополнение «мафаулин бихи танин» — оно будет скрытым. Например, «алейса мустахиқа лил азаби» — «разве он не заслуживает наказания?» и тому подобное. Значит, все это скрытое предложение будет его вторым дополнением. Вторым «мафаул бихи» — «юказлибу» — это феалин мударин — глагол «настоящий будущего времени» — «марфуан» — поставлен в состояние «мустатрин фиихи джавазы» — скрытое в нем в допустимой форме местомения «такдилу ху-хуа» — и этим скрытым местомением является местомение «хуа», которое в то же время является и «дамирун айдан» — «возвратным местомением», которое возвращается к «изма маусулу» — «относительному местомению» и связывает с ним «жумлятус сылаты» — «предаточное предложение», то есть его «предаток». «Вальфи'улю маа фа'илихи» — глагол «юказлибу» — «со своим фа'алем» — «действующим лицом» — «святы» является «сылатуль маусулы» — «предатком относительного мисламения», «предаточным предложением» для него. «Ла махалла ла хаминал-и-араби» — «не имеет места в падеже», так как «жумлятус сылаты» — «предаточное предложение» является одним из семи предложений, у которых нет места в падеже. «Минальджумали ла-ти» «Ла махалла ла хаминал-и-араби» Дальше «Бид-динь» «Аль-ба» — «это харфу-джарм» — «предлог родительного падежа» — «могнив аль-касрин» с «неизменаемым окончанием» с «касрой на конце». «Аль-динь» — «маджрурум» — «биль-ба» — «имя» — «поставленное предлогом «ба» — «родительный падеж». «Ва аля муты-джарихи» — «признак падежа» «джар» в этом имени — «это» — «аль-касрату-злахирату» — «фи-ахири» — «явная касра на его конце». «Валь-джару» — «валь-маджруру» — «предлог родительного падежа» и «поставленное им состояние джар-имя» — «со это мута-алихун би» и «кадзибу» состоят в смысловой связке с глаголами «кадзиб». Осталось сказать, что глагол «ра» в начале аэта вместе со своим фаалем «со это» — «джумлятун фи-алитун» — «глагольное предложение» «Ибетеда-иятун» — «начальное предложение» «Ла махалляха минал-и'раби» — «не имеет места в падеже» так как подобные предложения тоже относятся к тем семи, но уже к другим семи предложениям, у которых нет места в падеже. «Ла махалляха минал-и'раби» — «Аллаху а'нам» «Валяха минал-иа» — «со это» — «эпчерпи» — «шел сег» — «дай». «Со это» — «со это» — «со это» — «со это» — «эпчерпи». Продолжение следует...